Одним из приоритетных направлений экономического развития Верхней Волжи по праву считается туризм. Этому уделяется большое внимание региональной власти, что приносит ощутимые результаты. За последние 7 лет туристический поток в Тверскую область вырос в 2 раза. Таковы результаты совместной работы государственных структур и бизнеса. Итоги развития отрасли в Верхней Волжи, а также задачи на ближайшие 3 года, были рассмотрены на очередном заседании регионального правительства. Тему продолжит наш корреспондент. Туристический поток в Тверском регионе в 2016 году составлял 1 миллион 300 тысяч человек. А в 2022 уже около 2,5 миллионов. К 2026 году планируется увеличить его еще в 2 раза, до 4 миллионов 300 тысяч гостей. Тверская область привлекает своей природой, а большая протяженность позволяет иметь все возможные туристические достопримечательности, отметил президент Российского Союза туриндустрии. На территории региона развиваются водные маршруты, агро и другие направления туризма. Тверская область вполне может стать таким регионом, который стал бы привлекательным для автотуристов, обеспечив интересные маршруты, обеспечив достойной инфраструктурой, в том числе гостиничной инфраструктурой, придорожной инфраструктурой. Здесь есть большая протяженная водная артерия, наша река Волга, во-первых, на берегах которой было бы интересно останавливаться. Сейчас Верхний Волжье предлагает туристам более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги. В частности, три новых объекта при поддержке федерального бюджета созданы в 2022 году. Все более популярными становятся и кратковременные, и длительные путешествия по нашему региону. Приток туристов ощутили и представители туристического бизнеса, что также дало возможность предпринимателям развиваться дальше. С 2020 по 2023 год разница кратна. Раньше-третняя загрузка была у нас в комплексе 45%, в 2022 год это было 62%, сейчас средняя загрузка 69%, в моменте сейчас 78% загрузка. Это то, насколько увеличилась загрузка. Гость едет, гостю интересно, гостю нравится. Средний срок проживания гостя именно у нас в отеле, это составляет три дня. Также эксперты и сами представители туристического бизнеса уверены, что на позитивные показатели повлиял системный подход к развитию туриндустрии Верхневолжья. В том числе помогли возможности национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2023 году предусмотрено расширение регионального комплекса мер в туризме, в частности увеличение суммы областных грантов представителям турбизнеса. Мы чувствуем поддержку не только моральную, но и материальную. Мы участвуем в выставках туристских, в конкурсах. Также наши все объекты размещены на сайтах, в социальных сетях. И с туроператорами ведется работа через Министерство туризма в том числе. В Тверской области ведется работа по поддержке предпринимателей туристического сектора. При финансовом участии региона в 2022 году создано шесть туробъектов. Столько же планируется вести в этом году. Обеспечена поддержка туроператоров, в том числе организующих экскурсии и туры для школьников. Возмещаются затраты на приобретение туристических автобусов. Практически все муниципалитеты Верхневолжья получили финансирование на реализацию проектов в сфере туризма. В 2022 году в общей сложности реализовано более 30 таких проектов. Перспективное направление – развитие водного туризма. За последний год выросло количество судозаходов в регион. Надо отметить, что мы вошли в число пяти субъектов Российской Федерации по уровню экономического развития сферы туризма. Сегодня мы развиваем речной туризм. Так же, как и автомобильный. И все-таки надо сказать, что главная наша задача – это развитие инфраструктуры всей области. Потому что развивая инфраструктуру, мы развиваем, собственно, и качество жизни наших коренных граждан, нашего коренного населения. В этом году в регионе также планируется большая работа. Это обустройство пляжей, детских и спортивных площадок и других объектов. Так, в 2023 году при федеральной поддержке планируется реализовать проект по созданию туристических кодов центров Твери и Торопца. Предусмотрены обустройства фотозон смотровых площадок и навигации. Губернатор поручил активнее развивать востребованное направление охотничьей туры. Поставлена задача – проработать вопрос подготовки в целом кадрового обеспечения отрасли. На сегодняшний день в Тверской области функционируют свыше 170 музеев, более 50 объектов сельского туризма, работают 30 региональных туроператорских организаций и более 100 аттестованных экскурсоводов.